Доброе утро, дорогие друзья. Итак, в нашей недельной главе мы читаем, а человек этот Маше, смирение всех людей, какие были на земле. Так говорит Тора. Здесь тоже непонятно. Разве Маше не знал, что он выше всего народа и обладает наибольшей святостью? Разве не о нем Бог сказал, что больше не было и не будет такого пророка, как Маше? Он поднимался на небо, состязался с ангелами, получил Тору от самого Творца. Никто не может сравниться с ним по уровню ни пророчества, ни знаний Торы по степени святости, чистоты. В чем же дело? Конечно, он все это знал. Как же тогда он был таким смиренным? Дело в том, что кроме этого он знал еще одну очень важную вещь. Он знал то, о чем сказал Хайм из Воложина. Человек сотворен не для себя самого, а для того, чтобы оказывать помощь другим, чем он может. Поэтому, например, если ты учишь Тору, то это добро нельзя приберегать для себя. Это надо делиться его с людям. Если ты знаешь хотя бы какое-нибудь два слова или рассказ Тору, делись дальше. Ибо для этого создан, написано, как ни странно, передавать это другим. Кто знает это и пронизан этим ощущением, тот не будет гордиться. Ведь служащий из банка не станет гордиться тем, что огромный капитал проходит через его руки. Он знает, что это ему не принадлежит, он только служащий. Он находится в двойном подчинении. С одной стороны служит клиентом, с другой стороны владелецом банков, а сам получает только вознаграждение. Жалование. Вот практически и все. В нашей недельной главе рассказывается еще о пейсахе Шини. Это маленький пейсах, который потом был Богом разрешен для людей, которые не успели к первому. Мы не об этом будем говорить, мы немножко о другом. Пейсах Шини это символ надежды, которая выше расчетов и разума. Надежда это опора духа в свою очередь. Когда человек, например, болен, он всегда должен верить в то, что сможет победить болезнь. Надежда выздороветь это половина выздоровления, написали мудрецы. Даже Дюма отец писал, что надежда лучший врач, как и известный. У каждого из нас есть человек, из уст которого если скажет, что все будет хорошо, это дает надежду. Есть такая притча, она называется притча о надежде. Есть четыре свечи, спокойно горели и потихоньку таяли и разговаривали. Первая говорит, я это спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, что мне придется погаснуть. И погасло. Вторая сказала, я вера. К сожалению, я никому сегодня не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла дальше гореть. И потухло. Третья свеча сказала, я любовь. У меня нет больше сил гореть дальше. Люди не ценят меня, не понимают. Они ненавидят тех, кто их любит больше всего. И своих близких в том числе. И угасло. В это время в комнату забежал маленький ребенок. Увидел три потухшие свечи. И начал, испугавшись, плакать. Он кричал, что вы, почему вы не горите, я боюсь темноты. И взволнованная четвертая свеча сказала, не бойся и не плачь. Пока я горю, можно зажечь и треск свечи, которые погасли. Я надежда. Надежда может зажечь все. Конечно, мы всегда надеемся на лучшее. Что что-то произойдет, что-то изменится. Но ничего не происходит просто так. Надо приложить к усилиям. Дин Равин рассказывает, что он беседовал с человеком, который прошел Холокост. Этот человек прошел все круги ада. Он видел все. Затем ему удалось восстановить, помочь своей семье. Он рассказывал, что в Аушвице проводилась селекция. Часть людей была отправлена на уничтожение. Часть трудовые лагеря. Морили голодом. Работали до изнеможения. Но люди знали, по крайней мере, мы точно знали, кому умереть и кто не выживет. А как вы это знали, спрашиваю? А мы видели по глазам, это сказал этот человек. Это глаза у тех, у кого угасла надежда. Вот эти люди были смиренные, покорные, и они пропадали. Они отставались, потыкались и уходили из жизни. Как рассказывал этот человек, который спасся из лагерей. Тот, кто боролся, надеялся, стискивал зубы, не отчаивался, в итоге побеждал. А кто опустил голову и руки, потерял свет в глазах, тот терпел поражение. Вот это все относится к каждому из нас. В жизни есть некоторые люди, которые достигают успеха. А есть другие, которые просто завидуют и впадают в смятение. Вместо того, чтобы завидовать, начать учиться надо, двигаться вперед, улыбаться. И вы преуспеете. Равнодушие и готовность смириться становятся залогом любого поражения. Вместо смущения и зависти надо достигать. Написано в трактате «А вот». Трудился и нашел, верь. Сейчас все поменялось. Мир гигантскими шагами приближается к Эримашеха, главному периоду истории. И вот мы тоже сейчас увидели, что все наши пути, которые раньше много веков шли, они оказались закрыты и запечатаны. Это те пути, на которые мы отдавали все наши силы. Погоня за деньгами. С юности учились заботиться о содержании тела. Бросали на это все силы, больше удовольствия от жизни. Как вы служили Творцу. Давайте посмотрим честно. Пытались подкупить его, несколькими словами, выделив ему несколько минут, продолжая заниматься тем, чем мы занимались. Взгляните со всей искренностью и увидим правду, она болезненная. Надо срочно делать выводы. А тем, кто надеется, что еще немножко все вернется к прежнему, и каждый может делать все, что заблагорассудится, то, как сказал один мудрец, жаль таких, они подобно рыбам, попавшим в сеть. Мечутся туда-сюда и теряют силу. Это бесполезно. Но надежда есть. Она опирается на предсказания наших пророков. Будет непросто, сказали они, но мы имеем шанс и силы не только выстоять, но и победить. Все не в наших руках, а в наших душах. Брахавы от слаха.